Далее к другим темам. Проводы зимы с размахом. В честь Масленицы компанию Фанет вместе с жителями частного сектора устроила грандиозный семейный праздник. Подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня праздничный день и мы за счет Масленицы играем в подвижные игры, чтобы не замерзнуть. Рома, на нас! В эту зиму сотрудники компании Фанет вместе с жителями частного сектора строили снежные горки. Зима закончилась и уже по традиции все собрались вместе, чтобы отпраздновать Масленицу в добром кругу друзей. На самом деле удивительно. Начиналось с того, мы здесь и горку строили, теперь Масленицы, людей все больше и больше. Я надеюсь, люди будут всегда приходить. И все круче и круче с каждым разом. Блинчики вкусные, кстати. Я сегодня Масленица. Буду угощать местных жителей своими блинами. Ребятам с Фанетом огромное спасибо. Благодаря им, конечно, мы сплочаемся и все дружно собираемся и проводим этот праздник. Мы на Масленной неделе праздник не нарушились. Друзья писали, пели, а мы блиночки кушали. Широкая Масленица с блинами, песнями и играми прошла в кооперативной поляне, третьей пристани, Михайловке Грин и Баланово. На каждом празднике были свои особенности. В третьей пристани, например, шили самую большую масленичную куклу. Чучело делала я. Сарафан шила. По размеру сначала не подошел, пришлось подгонять. До пяти утра я не спала, но сделала. Старалась, сделала. С праздником всех! Тут у нас родственники живут, и они нас пригласили в гости. И мы узнали, что тут хорошее мероприятие есть. И мы подключились к нему. Все отлично было. Спасибо большое организаторам, спасибо Уфанету. Очень понравилось. Первый раз устраиваем Масленицу. Подготовка была. Все не ленились, все вышли. И погода очень хорошая. Настолько она прямо просто нас радует сегодня погода. До обеда был снег, а сейчас так хорошо, так хорошо, так хорошо. Здорово! Анастасия Худик, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. Добавлю, что после празднования Широкой Масленицы у православных верующих начался Великий пост. Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова